Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. В патче 12.11 Золотому Льву выдали уникальную модернизацию, доступную за 19200 очков исследования. И сейчас мы разберемся, стоит ли ее приобретать на этот, весьма интересный и один из моих самых любимых кораблей в игре. Модернизация дает следующий эффект. Увеличивает количество звеньев авиаудара с 2 до 3, то есть на 50%. А также сокращает время перезарядки авиаудара на 30%. Но ставится она в шестой слот, то есть куда обычно идет ускорение перезарядки главного калибра. Без этой уникалки авиаудар с обычной модернизацией и перком перезаряжается за 72 секунды. А главный калибр с модернизацией на ускорение перезарядки главного калибра за 13,2 секунды. С уникальной же модернизацией скорость перезарядки главного калибра становится 15 секунд. Зато авиаудар уже имеет скорость перезарядки 50,4 секунды. И звеньев теперь 3, а не 2. И сыграв несколько боев с такой уникалкой, скажу, что это, конечно, очень мощная прибавка. Так как скорость перезарядки авиаудара в реальных боях с учетом перка отчаянной теперь находится в районе примерно 45 секунд. Ну а мощность сразу трех звеньев – это нечто. 216 бомб можно скинуть на голову какого-нибудь бедолаги. Вот посмотрите в идеальных условиях тренировочной комнаты, как эти бомбы разрывают по 3 за 1 сброс. Дальше я покажу, что и в реальных боях урона с бомб набегает прилично. И за все это мы платим снижением скорости перезарядки главного калибра с 13,2 до 15, то есть на 1,8 секунды. Это, конечно, ощутимо, но не является чем-то таким критичным, что прям делает корабль на порядок хуже. Тем более специфика игры «Золотого льва» такая, что это необычная выжигалка, типа, например, Гинденбурга, который фактически стреляет весь бой по КД. Лев же иногда пострелял, иногда подошел ближе и кинул авиаудар, иногда подловил кого-нибудь на цитадельку, так как калибр все-таки крупный – 283 мм. Поэтому снижение скорости перезарядки его главного калибра в среднем ощущается не так, как это чувствовалось бы на том же Гинденбурге. Зато по части авиаудара корабль становится реально на целый уровень выше, так как прибавка очень мощная. Это вам не какие-нибудь 10%, это 50 к количеству звеньев и 30 к скорости перезарядки. И это очень сильно влияет на возможный стиль игры корабля. Теперь тактику игры можно еще больше сместить от обычных пострелушек к авиаудару. Уже в самом начале боя можно подходить ближе к точке, и к моменту подхода к ней у вас будет уже готово 2-3 звена. Можно, например, стать за островком, как я показываю в этом бою, и накидывать. Кстати, в этом бою я накидал почти 100 тысяч урона только одними бомбами. Так вышло, что пострелять с главного калибра почти не удалось. Бой получился неудачным, союзники ступили, я тоже слишком увлекся стоянием за островком и киданием бомб. Нужно было отходить пораньше. Но зато мы наглядно видим, что за небольшой отрезок времени лев накидал почти 100 тысяч урона одними бомбами. В следующих боях я старался играть уже более оптимально и продуманно. А это значит не стоять за островком слишком долго, а совмещать настрел с дистанцией и авиаудар. На льве нужно играть именно так, чему помогает ускоренная перезарядка хилки и неплохая по крейсерским меркам броня. А также хорошая маскировка 10,3. Каждые примерно 45 секунд у вас на готове новый авиаудар. То есть каждые 2 минуты у вас уже созревают 3 звена. И все это можно активно и регулярно кидать, совмещая со стрельбой. Иногда по одному звену, а когда по 2 или сразу 3. В зависимости от ситуации. Очень удобно и по любым типам целей. Но лучше всего по не очень мелким и быстрым. Также особенно эффективно караем за островных поджимальцев и дымных стояльцев. Например, если Смоленск замедлился и становится в дымы, то можно ему удобно накидать. В общем, спектр применения бомб невероятно широк. Их много. И кидаем мы их с уникалкой часто. И это, во-первых, очень интересно и дает уникальный геймплей. Ну и урон тоже набегает. Средний полновременный бой у меня дает примерно 1100-120 урона с главного калибра, плюс 1050-60 от бомб. В итоге я не могу утверждать, что урон с уникалкой на льве станет в среднем больше, чем без нее. Это очень сложно замерить, так как главный калибр наносит урон стабильно, попадать с него легко. А бомбы – это штука ситуативная, зависящая от того, насколько удачно попал, насколько грамотно уворачивается цель и как удачно прилетели бомбы. То есть бывает урона очень много, а бывает совсем мало или вовсе по нулям. Но совершенно точно могу сказать одно – эта новая уникалка действительно позволяет на льве играть иначе, чем без нее. То есть дает альтернативную версию корабля. И лично мне такая версия нравится больше обычной. Очень уж серьезная прибавка к мощи бомб, что позволяет значительно изменить тактику, и это как глоток свежего воздуха в нашей замечательной игре. Лично я себе на свой основной аккаунт обязательно возьму. На мой взгляд, это гораздо интереснее и дешевле, чем отдавать очки исследования за какой-нибудь ванспейк. И если нравится авиаудар, то лучше льва с уникалкой сегодня нет ничего, даже близко. А сборочку рекомендую следующую. В общем, это одно из немногих нововведений, которое меня реально порадовало в предновогоднем патче и вызвало желание поиграть. Так что рекомендую подумать. Ну и про поддержку канала не забываем, чтобы видео могли продолжать выходить. Всего удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжедай. Нужна разведка? СуперДжедай. Торпеды справа по борту. Торпеды за кормой? Торпеды справа по борту. Торпеды справа по борту. Торпеды справа по борту.